Раз, два и три. Молодец. Взгляд вперед. Подбородчик к себе. Стараемся попу под себя забрать. Молодец. Тянись вверх. Тянись вверх. Еще, 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 еще. Молодец. Все отлично. Подбородчик к себе. Да, молодец. И стараемся таз забрать под себя. Можно. Садимся. Раз. Добрый день, друзья. В первом видео так и не решился перезаписать оригинальный звук. Мне показалось, он прекрасен. И в этом 13-минутном ролике вы увидите короткую ретроспективу, чем мы занимались за три года, чего мы достигли. Конечно же, мы не хватали и не вертикализировали сразу. Мы всегда начинаем с положения лежа, а также с простейших бытовых навыков. Опуститься с кушетки, пересесть, обуться. Уже три года назад его отличала вдумчивая, четкая работа и доброжелательность, и желание как можно точнее выполнить то, что ей предлагают сделать. К сожалению, последнее качество начинает с возрастом проходить. Видео, где Ева самостоятельно обувается, вызвало наибольшее количество критики. Нашлись люди, которым все это категорически не понравилось. Тем не менее, на первом месте по количеству отрицательных реакций, все же видео, где Вера садится в автомобиль, чтобы самостоятельно ехать за рулем. Все-таки неадекватных людей очень сильно печалит и тревожит, когда кто-либо демонстрирует успехи в бытовой и социальной реабилитации выше, чем достигли они. Живот сильный, голова ясная, шаги получаются легко. Работаем. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы пояснить, что выкладывая эти видео, мы не преследуем цели искать чьего-либо одобрения или совета. Цель совершенно иная. Как наши подопечные, так и мы сами. Мы хотим помочь тем, кто самостоятельно восстанавливается и не имеет возможности работать с инструктором, и обратить внимание на те приемы и принципы, которые позволят достичь максимальной эффективности. Внимательно прослушивая исходную аудиодорожку, вы сможете взять для себя многого полезного, как я надеюсь. Речь идет и о мотивации, и о самомотивации. Речь идет и о принципах и подходах к вертикализации. И еще раз напоминаю, на тот момент, когда снималось это видео, вертикализация и обучение шагам занимало не более чем 20% от тренировочного времени. А чем же еще занималась Ева? Милости просим, welcome в YouTube, на мой канал, и посмотрите плейлист с упражнениями Евы. Там все есть, все заботливо отсортировано и выложено для вас. Перенесла вес на правую ногу. Вес на правую ногу. Оба бока здесь. Тянемся вверх. Шаг. Прекрасно, молодец. Еще вперед. Нагрузка на эту ногу. Шаг. Молодец. Думаю, самые проницательные догадываются, что если я хвалю ребенка за хорошие шаги, это совершенно не обязательно, что шаги были очень сильно хороши. Но таким образом мы работаем с мотивацией. Ноги сильные, мощные. Бока сильные, живот сильный. Молодец. Дова светлая, ясная. Это да. Прекрасно умеет шагать. Молодец. Жиг. Жиг. Отлично. Дорогие друзья, многим наиболее продвинутым нашим подписчикам могут показаться слишком примитивными используемые нами физические методы или психотехники. И может появиться желание нас покритиковать или поделиться своими успехами. Велком. Обязательно прикладывайте видео с успехами вашими или ваших подопечных, чтобы разговор был более предметным. Еще раз. Плечо. Не задирай плечи. Так. Живот тонизировал. Шаг. Нет. Нет, нет, нет. Подтяни оба бока. И мощно... Я вытащил эти видео из кладовки и предложил вашему вниманию, чтобы вы еще раз вместе со мной удивились тому, как точно и сосредоточенно работает ребенок, насколько он вовлечен и увлечен процессом. И пусть что-то получается коряво, пусть что-то еще не получается вообще. Но мы движемся вперед. И напомню, что главная задача, которую мы ставили перед собой тогда и которую ставим перед собой сейчас, это не усугублять деформации опорно-двигательного аппарата, не усугублять паралитический сколиоз или разболтанность суставов, но и попутно, конечно же, осваивать двигательные навыки, которые будут поддерживать здоровье ребенка и которые будут совершенствовать его независимость и адаптированность в быту, в окружающей жизни. Ну и надо отметить, что в коллективном бессознательном жива легенда о том, что ходьба очень полезна для здоровья. И я эту легенду полностью разделяю, но только если эта ходьба правильная, если эта ходьба не убивает суставы и не убивает позвоночник. И мы пытались тогда, и работаем над этим сейчас, мы стараемся привить Еве правильные навыки ходьбы, удержания стабилизации корсета корпуса и шагов с минимальными энерготратами, которые бы не разбалтывали связочный аппарат и не вредили бы суставам. Правильная физиологичная ходьба действительно обладает саногенным потенциалом, действительно может восстанавливать здоровье и далее, но как привить правильную ходьбу человеку с нижней параплегией. Все. И аккуратненько. Оп, и укладываемся. Жизнь не стоит на месте, жизнь идет вперед. И из-за прекрасного прошлого мы перемещаемся в не менее прекрасное настоящее Е. Ева повзрослела, стала серьезнее, где-то самоувереннее, где-то чуть меньше слушает нас, но тем не менее она развивается, она идет вперед, и мы как можем в этом ей помогаем. Подсчет часовой. Раз, молодец. Так же четко, как в левую, опираемся в правую ногу. Я от нее вынастаза. И мы видим более уверенные шаги, уверенное преодоление порогов каких-либо неровностей. Молодец. Девочка прогрессирует. Мы очень рады за нее. Молодец. Сама? Да. Отлично. Отлично. Умничка. Рано, рано, разумно. Ну ладно, давай. Хорошо. Лопатку держи. Что ты как, до пандуса дойдешь? За раз все пройдешь? Нет, за раз я все не пройду. Отдых? Сейчас чуть-чуть еще пройдем. Ева, давай, тормози. Сама разомкни, пожалуйста. Так, секунду. Внимательно страхуй себя ручками. Ева, давай отшагнем влево. Стоп, отлично. Идем назад. Садись, держись. Внимательно держи себя. Внимательно держи. Ева, психота, психота. Перейди на Федота. С Федота на Якова. Послушай, ты сейчас машешь мимо, поэтому не попадаешь. Медленнее. Давай, Евочка, опускайся. Все, Ева, садись. Крошечный пример на тему, какие страсти нас иногда сотрясают. И, конечно же, ребенок устает, и в чем-то уже накопленная усталость. Тем не менее, чем дольше Ева сможет сохранить свою некоторую такую детскость восприятия, чем дольше она сможет слушать именно наши советы и пытаться их воспринять, тем больше она сможет от нас получить полезного. Я вот верю в это и надеюсь в это. И вот у нас уже ходьба в условиях улицы по бетонному покрытию, да еще и с уклоном. Мы видим, что ребенок с этим вполне себе справляется. И на очереди наш очередной рубеж. Это самостоятельно не только открыть машину и подойти к сидению, но и самостоятельно в эту машину сесть. И думаю, что это своего рода такой маркер восстановления. Это наша очередная задача, которую мы обязательно достигнем. Спасибо тем, кто осилил столь длительное видео. Всем удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok